ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Страховые компании обеспокоены тем, что полис ОСАГО будет исключен из списка документов, которые необходимы при регистрации транспортного средства в ГИБДД. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении в начале ноября. По мнению страховщиков, водители просто перестанут оформлять автогражданку, а это чревато, цитирую, «разборками на дорогах, как в 90-х». Автор инициативы, глава Комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, считает, что ГИБДД должна контролировать наличие ОСАГО у водителей непосредственно на дороге, а не в момент постановки авто на учет. ТРАССА 101 В России начали продавать новые седаны Toyota Vios, поставляемые из Китая. Модель позиционируется как замена ушедшим с нашего рынка Hyundai Solaris и Kia Rio. Автомобиль предлагается по цене от 2,2 млн до 2,3 млн рублей. При оформлении кредита продавцы обещают хорошую скидку. Оснащение довольно скромное. Одна подушка безопасности, ABS, усилитель руля, центральный замок и мобилайзер. Мотор бензиновый, 109-сильный, объемом 1,5 литра. Он работает совместно с четырехдиапазонным автоматом. ТРАССА 101 Более 60% российских автолюбителей не собираются в ближайшее время приобретать другую машину. По их мнению, есть более насущные проблемы. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного изданием «За рулем». Каждый четвертый респондент задумывается о том, чтобы пересесть на другое авто. Для этого понадобится продать имеющиеся в наличии колеса и или взять кредит. 10% участников исследования уже копятся на новый автомобиль. У 3% опрошенных на это уходит от 1 до 2 лет. ТРАССА 101 Как рекламируются внедорожники в России? В видеоролике показывается, как автомобиль месит грязь, взбирается на холмы, преодолевает водные преграды и так далее. А вот в Великобритании такую рекламу запретили. Под санкции попал пикап Toyota Hilux, который по замыслу авторов ролика пересекает русло реки. Чиновники посчитали, что это является призывом к нарушению экологических норм. В представительстве Toyota с критикой не согласились, заявив, что сюжет является всего лишь художественным произведением. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА 101. До свидания. ТРАССА 101